Вот она у нас готова. Здесь 85 блоков было использовано и 4 недели от труда. 52 ниши с прозрачными кирпичами в фальканье. Когда-то были главным украшением доходного дома Нинштадта на Большой Ордынке. Но со временем их закрасили, а некоторые просто выбили. Жителям удалось найти точно такие же. И серый подъезд стал снова парадный. Наша парадная лестница заливает солнечным светом. Это в течение дня очень красивый эффект. Там видно, что они прямо как хрусталики. Уникальное изобретение швейцарского архитектора Гюстуа Фальканье. Солнечные лучи, проходя через объемные стеклянные кирпичики, создают неповторимую игру света. Это можно назвать по-настоящему оптическим эффектом Фальканье. За счет того, что внутри этот блок пустой, у него большое количество граней, которые, преломляясь, создают такую каустику. Они могли быть розовой, зеленой, фиолетовой в форме квадрата, ракушки и шестиугольника. Каждый со своим клеймом. Франк и Кэ, Москва. Здесь уже другая немножко история. Это импортный кирпич. Видите, здесь Франция, Бельгия, плюс 9, очевидно, плюс 9 стран, получивших лицензию на этот кирпич. Еще они очень прочные, обладают прекрасной звукоизоляцией и способностью удерживать тепло. Архитекторы используют их специально, чтобы не поступал прямой свет, но при этом было естественное освещение и можно было еще экономить на электричестве. Эту же самую функцию стеклоблоки выполняли в московском главархиве. Но год назад с ними безжалостно расправились, заменив их на обычный пластик. А это уже доходный дом на Садовнической. Здесь жители тоже пытаются восстановить стеклянную мозаику. Но трудность в том, что лунные камни, так их еще называют, уже давно не производят. Их трудно найти даже в антикварном магазине. На Черном рынке стоимость одного кирпичика доходит до 5000 рублей. Ничего себе. Так. Это из Питера, да? Какие-то штампы московские. Откуда они вообще у вас? У нас, у меня, скажем так, с объездов. Стеклодувная мастерская в Санкт-Петербурге единственная, кто возрождает старинную технологию. Раскаленная в печи при температуре 1150 градусов. Стекло выдувает до нужного размера, а потом опускает в специальную форму. И хотя внешне они действительно похожи на исторические, достичь идеальной формы пока не удается. Секрет Фальканье остается неразгаданным.